Итак, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим об этой новости, что Windows 11 выйдет летом 2022 года. Давайте обратимся к сайту Change Windows, нажмем Platforms и посмотрим на историю Windows 10. Когда Windows 10 выходила? Выходила Windows 10 в 2015 году, финальный билд 10.240, он вышел летом 2015 года. Я вам скажу, я один из первых инсайдеров Windows. Программа Windows Insider была запущена 14 сентября 2014 года. И я первый зарегистрировался, одним из первых. И поставил тогда Windows Technical Preview, номер сборки был 9841. И я пробыл инсайдером вплоть до вот этой версии Windows. Вот она, 10.240. Сейчас она поддерживается как LTSB. 29 июля она вышла. С 9 мая 2017 года она LTSB. Тогда, в то время, ну уже представьте, говорю, в то время. Потому что уже прошлое, как время бежит быстро. Уже 2015 год, кажется, далёкое прошлое. 15.07 обновление. Вышло лето. Тогда, в то время, Microsoft придерживалась политики обновления два раза в год. То есть, 15.07, 15-й год и седьмой месяц. Это лето. Далее смотрим. 15.11. 15-й год. Ноябрь. Это Трешоу 2, второе обновление. В год. Далее, Windows 10 Creators Update. Это было 17.03, Redstone 2. То есть, 17-й год, третий месяц. Весна. Далее, Fall Creators Update. То есть, следующее обновление. Redstone 3 уже. 2017 год и сентябрь. Осень. То есть, два раза в год была политика обновлений. Вот даже, Anniversary Update. 16.07. 2016 год и седьмой месяц. Это лето. Так как Microsoft придерживалась политики обновления два раза в год, обновления выходили весной или летом. Первое. А второе выходило осенью. Итак, с 15-го до 2020-го года Microsoft придерживалась политики обновлений два раза в год. Потом. Октябрь 2020 Update. То есть, вот. 20H2. Что значит вот эти вот символы? 20H2. 20-й год и вторая половина года. То есть, осень. Майское обновление для Windows 10, Vibranium 3. Оно было как накопительное обновление. Это было накопительное обновление, исправление багов. Это не крупное обновление. То же самое ноябрьское обновление 2021. Это мы опустим. Microsoft заявила, что переходит на обновление, скажем так, один раз в год. То есть, это осенью. Почему версия 22H2 Cooper не выйдет летом? Во-первых, Microsoft придерживается политики обновления раз в год. Во-вторых, существуют патчи вторника, когда Microsoft рассылает всякие обновления, исправление уязвимостей, латание всяких дыр. Так почему же Cooper не выйдет, как написано здесь? Люди просто до конца не поняли эту новость. Здесь описывается нововведение. И ещё говорится, что То есть, летом 22H2 будет доступна для инсайдеров Windows. Стабильные сборки 22H2 будут доступны для инсайдеров канала. Сейчас, секундочку. Для инсайдеров канала бета и для канала релиз превью. В канале Dev будет разрабатываться 23H2. Да-да, ребятки, 23H2. То есть, уже следующее обновление. Одно крупное обновление в год. Почему люди поняли это неправильно? Потому что, вот да, Microsoft завершит работу в мае. И в июне для инсайдеров будет доступна версия 22H2. Sun Valley 2. Либо это будет Cooper. Скорее всего, это будет Cooper. Я доверяю только этому сайту. Это авторитет. Сайт, где таймлайн сборок, даты выхода. Летом сборочку получат инсайдеры канала бета и канала релиз превью. Финальные сборочки. И это будет продолжаться. Примерно до сентября-октября, скажем так. Вот этот круг GAC. Это общедоступный круг. Это не инсайдерский круг. Сюда сборка попадет. В сентябре-октябре 2022 года. Microsoft завершает работу. Microsoft отдает каналам бета и превью эту систему для инсайдеров, для теста. Конечно, мы с вами поставим, войдя в канал предварительной оценки, либо в канал бета. Мы с вами поставим, мы с вами поговорим про неподдерживаемый компьютер. Обязательно. У меня, к сожалению, к этому моменту компьютера еще не будет. Я буду собирать компьютер, поддерживающий Windows 11 осенью. То есть, как раз к этому вот обновлению. 22H2. Суть данного ролика в том, что я пытаюсь вам объяснить, что политика Microsoft теперь одно крупное обновление в год. Я пользовался macOS с 2010 года, но у меня два компьютера было. Один был как раз на Windows Technical Preview. Сначала там был Linux, потом Windows 7, потом Windows 8. Ну и я решил, а ну-ка я зарегистрировал. На одном компьютере у меня стояла macOS, а на втором я был инсайдером Windows. Я с самого начала был инсайдером. Круг GAC получит сборку 22H2. В сентябре-октябре 2022 года. Инсайдеры бета и превью получат ее летом. Обкатывать, тестировать, получать заплатки будут инсайдеры этих двух каналов. Вот и все. Available this fall. То есть осень. Любые компании, давайте возьмем Apple. Каждый год на WWDC Apple показывает свои новые программные продукты. iOS, iPadOS, macOS. И дает разработчикам доступ к бета-версии. Система выходит. Всегда. Осенью. Той же самой дорогой идет Microsoft. В бета и превью мы получаем летом. Осенью мы получаем в общий доступ к каналу GAC. Что касается версии 21H2. То есть самой первой версии Windows 11. Летом начнется вторая волна распространения Windows 11. 21H2. Я не знаю, есть компьютеры или нету компьютеров с предустановленной Windows 11. Еще пока нет. Летом появятся компьютеры с предустановленной Windows 11 с продажей. Это уже будет вторая волна. Массовое распространение. Компания AMD Intel. На выпускале мобильных процессоров, декстопных процессоров новых. 10-11 поколения, 9-8 поддерживаются Intel. От 8 до 12 поколения и выше. Насчет Ryzen надо смотреть список процессоров. Список процессоров доступен под видео, где я отвечаю на ваши комментарии. Я надеюсь, что смысл данного ролика понятен. Я просто хотел донести до вас информацию, о которой судачат абсолютно все. Донести до вас информацию правильно, чтобы вы поняли эту информацию верно. Хорошо это будет сделано или плохо. Посмотрим. Лично я даю шанс Windows 11. Я соберу осенью компьютер. Это все будет на канале. Мы будем собирать. С вами будет видео. И может быть и не одно видео. Мы будем с вами собирать. ПК. Для Windows 1. Будет очень много интересного. Подписывайся на наш канал. Ставь лайк. Пиши комментарий. Пиши, что ты думаешь по этому поводу. И увидимся с тобой в новых роликах. Пиши, что ты думаешь о моих роликах. Пиши, что ты думаешь о моих роликах.